всем привет дорогие друзья любители фрага насильственной смерти и так кровопролитие самобичевание и так далее добро пожаловать на обзор варкапа 222 с картой фраг турка об 2018 стомп почему я сказал 2018 не по-английски спросите вы я скажу что я не знаю в общем то карта от пуни карта должна была играться финале но так никто ее не выбрал поэтому мы насильственно собственно заставили людей поиграть на ней на варкапе начинаем мы в общем то с перчаткой ничего у нас кроме перчатки нету и пересекая линию старта старта которую можно пересечь только один раз нам дают 200 200 рейла здесь у нас есть стики которые не работают потому что у нее красавчик не то что всякие аксессы которые совами им перед в общем то дают нам 200 рельсы можно где-то там бегать а вот какие-то огонечки горят а он еще что то есть то есть тут сразу скажу я показывать ничего не буду кроме основного роута скажу так для тех кто не знает для тех у кого есть дух авантюризма тут на карте очень много разных пасхалок очень много разных секретов можете дико пинут все что угодно делайте но я вам ничего не скажу сами ищите я думаю так будет гораздо интереснее чем я все покажу у него очень старался все это делать поэтому мне кажется у него даже на пасхалке ушло больше времени чем на карту сама карта в плане дизайна просто нереально крутая продумано абсолютно все какие-то вот такие типа несущие стены балки это все очень очень классно очень круто давайте посмотрим о чем ссылку 3 и карта адаптирована у нас и по цп и по 2 q3 сейчас я вспомню как играть и до всех с наступившим новым годом естественно так далеко я пошел далеко-далеко-далеко давай давай обратно брат здесь у нас грубо говоря контрольная точка потому что если мы там где-то потом упадем мы появляемся вот здесь такой сейвовый островок доски дадим он и сликовая поверхность по которой мы по кругу очевидно скользим и выку 3 мы здесь подлетаем вот таким вот образом практически независимо от скорости нас подкидывает далеко-далеко наверх чтобы нам прыгать цпм нас мы просто прыгаем нас не толкает мы просто прыгаем и прыгаем по этим ступенькам а здесь выку 3 1 сразу разницу буду говорить а здесь выку 3 как бы нам дают никого не дают возможность зафейлиться здесь нам дают возможность зафейлиться где-то здесь но здесь трудно зафейлиться поэтому идем дальше на большую скорость и прыгаем и нам надо туда здесь у нас есть существует такая вот кнопка в которую выстрелив нас подкинет немножко вверх я сейчас уже конечно недалечу не в кутре если в принципе по верху ем дату и использовать мир даже может быть не всегда обязательно вы но лучше конечно использовать похуже не станет кто-то и без нее может быть ему умудриться ну давай ну что такое cpm я наверное играть не буду я просто сразу покажу все роуты потому что демок много и на самом деле это чтобы много они все длинные так вот я не попал еще раз не упал они все от минуты там по 4 по 2 минуты мы с вами сегодня наговоримся с тобой прямо ух сегодня поболтаем о том осём о планах пока смотрим демку вот мы успели выслить так первый чекпоинт у нас там везде клипы как бы нигде пролететь нельзя здесь у нас есть дырочка в которую можно в цпм пролетать а в кутре естественно вы просто спускаемся и прыгаем здесь у нас в цпм очень техничная часть потому что можно с этой горки приземлиться сразу на этот парик с этого парика приземлиться на а с этого парика сюда здесь делаю наружу и но это в демке enter увидим на этот парик на верхней double jump и потом туда сразу а с этой потом на мост или с моста дальше в общем то это не круто это уже почти финиш карты мы видим если стрельнут это у нас кнопочки такие если стрельнуть видно что выдвигается парик почему пока что непонятно если за стреляем выдвигается еще один парик мы люди простые мы пойдем как смертные давайте вы не зафейлиться вот у нас тут тоже что-то что-то за ящиками есть да есть что-то а вон 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 что-то есть то есть изучайте смотрите карта очень классная просто невероятная работа вон вон там что-то что-то но я вам так даю типа а вот смотри иди проверь еще на контрольная точка у нас здесь если мы там где-то вдруг упадем здесь у нас просто паники стрейф появляется множество путей можно пойти по рампе сверху да вот сюда в итоге сверху запрыгнуть можно пойти снизу как я сейчас иду здесь это особо роли прямо не играет здесь у нас рампа для цпм здесь у нас моменты из ловлшота и цыпленочек классники такой который за нами смотрит вот это у нас пуни нарисовал кстати говоря это лога которую мы везде использовали большое-большое ему спасибо за это и да вот это вот у нас и упал это у нас момент слова лошоба я начал внутри и но в цпм я пока еще не знаю будет ли у меня настроение так скажем проходить он верно разочек пройду также тут можно но это для цели цепям очевидно в ку-3 поверху здесь не пойдешь очень много потеряешь да и здесь он написан то есть даже если вы поверху прошли в ку-3 каким-то образом да все равно вот пуни вас присты предостерегает что оставайся внизу если ты вы кутришник оставайся вверху если ты цп мир а то есть вы кутришники снизу да это отсылка к зерба нас мы пойдем снизу не гордые здесь у нас по спейсингу тоже еще одна контрольная точка кстати говорят ну грубо говоря контрольная . на это не значит что из любого места мы будем землятся а ну да и в цпм я там цпм дорожку покажу он все-таки пройду здесь у нас такие вот перепрыгивать и перепрыгушки каких назвать можно прыгнуть сюда туда на самом деле можно сразу сюда прыгать здесь мы скачем скачем здесь нас отсылках хэнк тайм у играл тут вспомнит а кто мы их смотрел до дыр тоже вспомнить в принципе заходим в телепорт и появляемся где-то не пойми где самом деле вот вот я так чуть-чуть отступление да я не люблю вот так делать чтобы типа ты выходишь откуда ты вышел где логика из стены просто гарри поттер что происходит поэтому я люблюсь тоже на картах можете даже заметить у меня везде почти стоят выходные телепорты как будто бы ну типа я же зашел телепорт я должен выйти из телепорта так что это тоже не знаю как насчет как бы прямо сказать промаха да в дизайне но я думаю не стоит об этом задуматься если он все-таки нацелен на реализм вот этому уже прыгаем сверху там тоже до цыпленочек какой-то чё-то мы чё попало да творится здесь у нас очередная контрольная точка это основное место которое мы как бы должны не фейлить потому что если там везде мы можем грубо говоря зафейлиться то здесь этого делать не нужно вот у нас почти даже стартом да какой-то телепорт значит нам надо туда и здесь у нас вот это вот кнопки мы на нее нажимаем выдвигается падик который держится на на протяжении нескольких секунд идем дальше здесь это все любезно пуль поставил потому что я ему говорил здесь тоже клип здесь не упадешь matrix смотри matrix смотри клип ну тут понятно он не нужен уже но проходится это все с того вот мы и таки мы появились на одном дыхании по идее здесь надо выучить спейсинг нажимать вот эти вот кнопки у меня не получилось уже нажимаем кнопочки подряд но я завтра уже все вот у нас получается так что мы нажимаем кнопки начинаем прыгать и пропрыгиваем по выдвижным собственно париком нет не повезло бывает что же поделать проскакиваем выстреливаем в ту самую кнопку и залазим наверх ну то есть вот я прошел грубо грязь кого ну с четвертого раза с пятого даже если вдруг у меня склероз и типа многие на это место просто жаловались особенно вы кутри типа о так сложно я не могу подобрать спейсинг тут не надо его подбирать тут по сути я сейчас конечно криво прошел но по сути после первой кнопки мы максимально еще дальше вперед стрейфим потом просто делаем один circle и чисто быть чисто бачком когда в одну сторону стрейфим и просто набираем спал с пол круга как бы скорость и это скорости и по спейсингу и всегда достаточно чтобы нормально дальше пропрыгать конечно если вы строите очень плохо то вам будет неудобно там что-то что-то вон там да что-то всякое есть есть какие-то мазы это у нас цпм в ку-3 дорожки в цпм я вам там потом покажу ну и давайте пройдем дальше так здесь мы падаем здесь нам опять по мной понадобится рейл потому что нам дает пуни кнопочка опять мы падаем из ниоткуда да ничего страшного стреляем в кнопочку и видим мы что открываются тут такие виды прекрасные еще одна кнопочка которая пока что непонятно че идет окей здесь мы пропрыгиваем пропрыгиваем из вот у нас финиш который все боялись а пропрыгиваться на самом деле очень даже просто чтобы не на него попасть нужно выстрелить там в кнопку выдвигается платформа и мы успешно скатываемся и все а в лаве у нас как ни странно kill такая вот карта в ку-3 теперь давайте поиграем цпм цпм у меня конечно же немножко пройдены играл я цпм тут конечно из-за маневренности как бы попроще видите нас здесь нигде не подкидывает мы здесь просто на скорости пролетаем можно даже кнопку не стрелять можно и стрелять как никто не запрещает по идее мы должны на скорости можно даже выстрелили кнопку на скорости подлетаем с этой горочке и сразу туда падаем но мы все эти вот всякие срезы скоростные мы все это увидим дымках я вам так чисто на словах сообщу с этого парень как как я говорил попадаем сюда сюда дабл джампе на вот эту штуку я просто ее использую дабы не быть правословным здесь мы все так вот пропрыгиваем здесь естественно дабл джампом залетаем ой как давно не играл ребят наверно недельку точно так и давайте просмотрим чем у нас отличается цпм дорожка от в ку-3 я конечно же уже возможность упустил давайте я попробую выбрать спейсинг его джамп залетаем наверх точно такая же дуга как и внизу и такие же прыжки как и внизу но с одной большой разницы здесь нужен цпмский circle точнее прямо цпмский не нужен здесь гораздо сложнее прыжки идут и если мы падаем нас возвращают сюда же здесь мы это все дело пропрыгиваем и здесь поверху просто падаем уже в телепорт а в ку-3 мы идем по низу там еще поворачиваем и прыгаем по этим ступенечкам и собственно по хэнк тайму прыгаем и в телепорт а здесь мы заходим в телепорт и сразу же отсюда появляемся из ниоткуда отсюда из ниоткуда прыгаем дальше здесь у нас момент с кнопкой спейсинг грубо говоря точно такой же лишнего набирать здесь ничего не надо 1000 понабрали тихонечко по центру поворачиваем поднабрали еще даже мы даже лишнего подобрал и все вот мы с первого раза пожалуйста то есть при желании я вот даже сколько не играл я помню эти спейсинги у тебя кому он ребята кто жаловался на вот этот момент в цпм вк-3 типа не надо жаловаться на карту если если видно что это допустим погрешность скилла так скажем я не говорю что вы нубы и типа про просто слабохарактерные не можете это пройти я говорю про то что не надо говорить что 3x здесь не нужен если вы не можете его сделать я я надеюсь что аналогия всем понятна зерга в уши конечно мои слова но окей так заходим дальше телепорт и появляемся мы совсем другом месте появляемся мы как раз в тех шикарных видах в пентхаусе где мы прыгали в уку 3 вот там вот от сп мы появляемся здесь если мы падаем есть тут кнопка которую которая выдвигает нам эту штуку и мы можем даже если хочется залететь на выку 3 дорожку но не на самом деле я не знаю насколько это будет быстрее или менее потому что здесь можно пострелять еще в кнопку успеть и как бы быстренько это обойти а тут мы просто скользим и ничего уже а вот мы просто скользим и все стреляем здесь у нас падает главное не упасть где там и вот у нас уже собственно финиш вот такая вот разница в дорожках сделано я попросил пуни на самом деле разделить эти дорожки вот там возможно но основные тестеры ладно я покажу вот эту штуку чтобы спешил фенкс он тут написал 2018 20 0 почему-то он зачеркнул спасибо за игру пожалуйста огромная ла-ла-ла спасибо xpc вудизар ниггер форастых аксесс и ку аид эти люди все помогли пуни сделать эту карту насколько я знаю от самого пуни именно xpc и я мы в основном занимались именно тестингом ниггер скорее все помог там со всякими кнопками и так далее ку и не знаю аксесс может с каким-то шейдерами ну то есть кому интересно можете напишите в комментариях какие у вас вопросы вообще по карте есть либо я вообще планирую в скором времени брать некоторые что-то типа интервью поэтому если что пишите реально вопросы комментарии их обязательно себе куда-то сохраню и у него лично потом спрошу же и все потом послушаем в общем то вот он очень пуни мне очень понравился в том смысле что он именно он знает что у него вот этот есть пробел скиле что он не может потестить у него нету должного грубо говоря понимания игры поэтому он просто вот он взял и взял вот этих всех людей чтобы ему помогали и делать то есть нету никого собственничества ничего просто насколько я к чему это отмечаю я знаю что многие майперы типа нет вот я один ее буду делать и баллы и и насрать что у меня там что-то не получится на я буду ее делать или пуни подошел очень ответственно и это очень симпатизирует потому что он прислушался именно прислушивался я ему говорил особенно на кнопках типа были братан а если вот тут чувак упадет помните показывать и клип игру если тут чувак упадет а если он если он чуть дальше кнопки пролетают и про растений триггеров тут клип положить тут там тут сам и вот эти боковые горочки но особенно я просто выделяю именно тот полукруг с кнопками потому что многие на нем больше застревали и на нем естественно тоже было проведено много работы до того как как бы я тестил там было все достаточно хардкорно поэтому хорошо что у нас есть то что у нас есть а в общем пуни спасибо тебе огромное за карту пойду осмотреть демки а тебе тебя с наступившим тоже новым годом огромное спасибо буду очень рад если ты вступишь в риды мапперов на дефрагдового капи 19 года который пройдет в этом году это все что могу сказать так что все ребята давайте в обе физики показал давайте смотреть демки и так а дай кто не знал кстати я md перебил 5 минут поставил я так рад так выку 3 начнем с уку 3 последняя демка точнее крайне и сетки с 2 минуты 14 секунд средняя сложность там верно демок минут 20 до я там скейлить наверное не буду просто давайте пусть у нас будет полноценный большой обзорчик вот он полетел для 400 у него сразу прицелился на кнопку подлетел хорошо то есть пока не видно что человек типа ну да он как-то неопытный просто делать все возможное прыгает хорошо никаких каких-то по марочек нету роут отстроенный сегодня отлично и тем не менее две минуты ну в цпм у интера конечно очень классно демка вот у него и спейсинги все есть ведь он сразу знает куда ему как прыгать чтобы попасть куда ему надо и это очень хорошо на самом деле это очень радует это очень приятно смотреть то что он не торопится он встал он приготовился он прыгнул и попал куда ему надо не сделал 15 попыток быстрых и так и не попасть здесь также каждый кружок размеренный и это очень нравится тут и ясно врезался конечно мне кажется он может быть он так всегда делал потому что так проще но честно говоря не знаю тут точно так же и вот здесь скорее всего даже нет я по времени если там две минуты по идее с первого раза должен пройти вот до полукруга прыгнул сделал circle прыгает и вот пожалуйста вам то что я и говорил абсолютно нормально здесь все пропрыгивается может быть я лишнего грешу на вас то что все там мы или но да может быть мы или не все но такие были люди поэтому ребят ну по крайней мере даже от лунтика этого не слышал вот здесь кстати нужно было притормозить чтобы избежать такого дела да очень очень рад айсид очень очень рад красавчик красавчик очень чисто прошел прямо очень приятно посмотрел спасибо большое тебе за твою демку так и 206 и карус перебил айси да на 6 минут ой на 6 секунд 6 секунд скорее всего срезал где-то по стрейфу немножко и мне кажется вот на той горке где айси подлетел слишком далеко слишком много он тоже прыгает все хорошо у него все размеренно все спейсинги есть здесь даже вот так вот огибал это очень хороший мув хороший показатель тоже все спейсинги у него сохранены ну и карус кстати молодец за он же цепей мира играет в q3 поэтому это вам тут не хухры-мухры на самом деле ну карта конечно просто супер о нифига во нифига вот это он заюзал телепорт очень круто очень круто нашел лазейку это вообще дополнительный плюсик я думаю что вот-вот-вот-вот тот что тот же самый делает circle и все вот и все и по спейсингу все они получают то есть браво браво и карус поставил бы я тебе медаль за а и здесь еще сразу в кнопку попал до 10 секунд и здесь а вот здесь очень много срезал и там еще много срезал да на самом деле странно почему только 6 секунд по идее кажется будто бы должен дольше но на такой массивной карте это сложно отследить на 4 секунды еще перебивает и каруса ну то что и карус такую лазейку с телепортом нашел это очень круто мне очень понравилось я его поставил тебе медаль за оригинальность но нос нос бухает я думаю он не против что я скажу нос но грубо говоря бухает он отдыхает естественно от всех дел у них там тоже праздники в разгаре все все у него хорошо до 9 числа он будет отдыхать поэтому ребят если что я за него если вдруг что-то срочное вам нужно ему сообщить и до именно около 9 числа до или после появится возможность у меня поставить вам медальки за оригинальность которые будут выглядеть как импрессив прямо в таблице перед демкой не знаю пока как это будет реализовано но как-то я это делать смогу и думаю у вас будет дополнительный стимул к тому чтобы себя как-то проявлять творчески на картах чтобы вот смотри вот и карус тебе ставлю иконочку вот молодец красавчик ну да медлайт очень хорошо справляется на самом деле и помним мы что он кажется как вроде как в кутри выбирал на самом дуэльном капе но очень хорошо двигается стрейф немножко почетче чем у и каруса лазейку здесь эту самую не увидел хотя вот не факт смотрите-ка не факт что быстрее но кажется что быстрее тем не менее быстрее или нет это очень хорошая лазейка вот два таких мини-серкла траекторию подровнял и и все хорошо вариантов тут масса по идее понятно что все будет двигаться от одного но тем не менее я не попал в последний рейл кстати там последние рейлы могут не попадать что очень странно и здесь очень быстро спустился попал хорошо в кнопку ручки задрожали кому-то а в какую сторону стрейфить выводят молодец очень классно пришел и третье место в икутри андот энтер на 6 секунд быстрее 1 56 энтер блин еще одно третьем месяцем мы тебя кикнем понял что за фигня вообще что за фигня вообще ну и вот у энтера здесь конечно будет сейчас что-то интересненькое либо что-то очень чистенькое в плане прохождения даже не стрелял он по кнопке срезал серклом здесь очень хорошо классно классно срезал вот это тоже кстати за оригинальность я бы дал но посмотрим посмотрим еще выкутрить но стиль порта в икарсу очень круто я на самом деле вообще не ожидал ой здесь мне кажется он не хотел не так сделать как будто бы не долетел выглядело так будто бы он типа а я упал и типа ладно дальше продолжим не знаю не знаю на самом деле мог и сверху там да пройти я там вниз упасть это было бы быстрее ну не знаю не знаю энтер давай пиши в комментариях нам тоже телепорт не использовал но стиль портом слушайте стиль портом на самом деле вроде бы быстрее типа на скорости просто туда улетаешь и все ты уже ничем ничего не делаешь ну точно таким же серклом а вот если бы старая версия была он бы не зацепил кнопку потому что он далеко от нее прыгал вот вам дядя вудиков сделал а вы тут ух здесь тоже очень хорошо затормозил попал в кнопочку и прошел 156 очень чисто очень круто все сделал максимальное количество средств но реку тем не менее на 400 целых перебил 400 блин на такой карте 400 офигеть просто офигеть он тут клан про спорить я конечно с этим не буду но конфиг я бы сменил ну и вот где-то рекрут судя по всему а ну слушайте с кнопкой по идее если еще circle enter делает быстрее будет намного эти 400 как раз может кнопкой дала так хотя тут достаточно равноценно получилось тоже интересный ход с телепортом молодец молодец хорошо прямо радуете в этом году уже начинайте ребята давайте не расслабляйтесь правда мы еще цпм не посмотрели чувствую в цпм там ой как 4 минуты лунтика кажется очень хороший поворот здесь но он да скорее всего рекрут где-то вот на таких моментах на всем на всем протяжении карты частями где-то лучше подстрейфил и в итоге отжал эти 400 а скорее всего так и есть тоже использователи порт извини и карус медаль за оригинальность ачивку я тебе не даю и вот тоже circle он просто с полукруга начинал и все все хорошо у рекрута поэтому пока что он уносит при за оригинальность enter который использовал кнопку для цп с выдвижным падом на старте это было очень круто 3 3 3 7 хорошо затормозил сразу прицелился да 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 очень 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 чистенько фишировал большой большой молодец рекрут 400 ну где-то вот на стрейфе он отжал и кет на целую секунду просто нереально просто нереально первое место кстати да рекрут поздравляю тебя с вторым местом дед давайте посмотрим что он нам приготовил возможно тоже что-то интересненько будет либо эту секунду он просто где-то на стрейфе также отожрал и все но не знаю на самом деле это очень сложно здесь увидеть даже секунду Он просто пролетел Просто пролетел А если бы Enter incoming circle использовал А вот, нет, нет, Enter Ладно, за Circle, я не знаю Я тебе дам за оригинальный с réseёл Потому что там, на самом деле,원이 Q3 Там не видно, что можно так сделать А Enter взял и сделал Никто не видел, а Enter сделал Да Да, очень классно Очень круто Ну а как он такими дрожащими руками Две минуты выдержал Он еще здесь срезал Ну вот это основной у него плюс Скорее всего Где-то по стрейфу добрал Возможно может быть даже и нет Но вот это вот среза По стрейфу ему очень много дала Я думаю Типа так на вскидку примерно около пятихатки С телепортом здесь тоже не использовал Здесь у него тоже Все должно быть в порядке Слушайте ребята выкутри вообще молодцы Выкутри большие молодцы Использовал стену для поворота Тоже вариант хороший Но стеркан как по мне понадежнее Потому что спейсинги бывают Всегда разные А с поворотом с терком Ты можешь его как бы стабилизировать Таким образом 3-3-3-1 Тоже очень хорошо здесь срезал Правда зацепился Если бы терком еще не зацепил Еще бы больше срезал Да, да Большой-большой молодец Просто Просто офигенные Офигенные демки Поздравляю тебя кет И давайте Перейдем К нашим баранам Так сказать Кунтик ЦП 4 минуты Просто Просто красава То что ты прошел И отправил демку Просто Отдельный респект За такой Респектусики Просто Просто красавчик И так Кунтик Игры Кутом В онлайне Блин Ну ребят Ладно Я не буду больше Бугуртить По этому поводу Но Все и так знают Что в онлайне Эту Карту В короб Не смог зайти В онлайне Эту карту Не стоит Не стоило Играть Выпустили фикс уже Да Но Тимбл Минута 30 было На тот момент Когда Ставил Но пока что Все хорошо Пока что Все хорошо Никаких Критичных Ошибок Нету Я думаю Я знаю Где у лунтика Начнутся проблемы Ну давайте Посмотрим Так Подсыпаем Пути Все хорошо С даблджампом Ого Вниз Случайно Упал Да И вот здесь Конечно Такие Достаточно Контролируемые Серклы Надо делать Но Если Скилла маловато Опыта Точнее Не скилла Опыта Именно Такие прыжки Может быть Весьма Затруднительно Реализовывать Ну а что А что я скажу Что Возмущаешься Ты мол Я молчу А что я скажу Что Давайте Осмотрей Давайте Лунтик Прославился Уже на весь Дефрак Своей упорностью Я думаю На этой карте Он еще раз Всем ее показал И на самом деле После Портал Прота Лунтику Вообще Ничего доказывать Не нужно Он по моему Я могу ошибаться Но там что-то было Около Типа он первый раз Его прошел За 400 минут А потом Перепрошел За 200 Типа Ааа Что Ааа Лунтик Ты такой Красавчик Просто Я уверен Что В один прекрасный момент Лунтик просто Типа такой Задел ты фраг И у него Все начнет получаться У него Просто Он просто Начнет перебивать Все У него Станет получаться Абсолютно все С даблджампа Тут сразу залетел Так и вот тут вот Хотя минута осталась Да Не знаю Может быть здесь Даже с первого раза Пройдет Спейсинг Скорее все Есть Примерно по центру И Аа Нет Нет Не довернул Не довернул К сожалению Не пошло Но в этот раз Сейчас Вот сейчас Вот он просто Обязан Сделать Так Е Е Е Е Лунтик Красавый Даблджамп Получился Все хорошо Давай Не попал на рампу Ну и бог с ней Нет Не бог с ней Извините Мирок И бог с ней И вот здесь Нужно А И здесь Да Вот здесь Конечно Тоже Такой момент Давай 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 Лунтик Я верю в тебя Давай Поднимайся повыше Хотя повыше Тут Тут больше скорости Должна ролять Потому что Поднимаясь повыше Типа без скорости Ты Когда там Эта палка Отодвигается Ты падаешь Быстрее Как бы И Вот А вот Он Смог на финише Почти Почти Он Затормозил То есть Ну такой вот У него Роуд был Но здесь Такая специфичная Конечно Поверхность По ней Скользить могут Не только Дишь все А вот У него Еще раз Получилось Вот он Так Все хорошо Попал в кнопку Отлично И главное Главное Что он попал В кнопку Просто Все Пишет Все Я уверен Что Уверен Что если Вы демкой Записалась Чуть больше То мы Узнали Возможно Что-нибудь Про родителей Маппера Окей Минута 46 Хухала Перебил На 3 минуты Лунтика Ничего страшного Хухала Красавчик Бест Майнкрафт Сервер Бан Я считаю Так Здесь пока Все хорошо В кнопку Попал Подлетел Высоко Никуда Торопиться Не нужно Тихонечко Прыгаем Отсыпаем Дорожки А нет Срезал Вку-3 Неплохо Решил Пойти По Вку-3 Но Вку-3 На самом деле Попроще То есть Тут и Серкла Вот эти Попроще Делать Здесь Потом Попроще Лунтик Мог бы Избрать Такой Путь Возможно Он им Потом И перепрошел Но Не знаю Играл ли Он Потом Вообще После Демки После Ну После Варкапа Самого Кончился Он По Новый год По-моему Я для вас Пишу Вот Сегодня Когда Вы Собственно Уже Его Видите Вот Он Кстати Тоже Использовал В момент С телепортом Но В цпм Он Менее Изабельный Вот Он Набрал Тысячу Пропрыгал Да Да Вот То Что Я И Показывал Все Все Хорошо Спейсинг Есть И Здесь Должен Просказить По идее С первого Раза Давай Только опасно Это Все Выбит Кнопочку Выпал И Здесь Простыми Прыжками То Бежал Молодец Шарлон Танк Перебил Его На 4 Секун Хулиган Потом Хулиган Перебил Шарлона На 40 Что Просто 4 Фрейма Просто Что 4 Фрейма На Дистанции Это Просто Жесть Ребята И Опять же Играли В онлайне Я не знаю Это Ладно Я буду Молчать Нет Окей Я буду Молчать Не Провоцируйте Меня Все Я Молчаю Ничего Не Скажу Я Всем Уже Все Сказал По Этому Вот Я По Что Я Здесь Отлично Все Срезал Вот У нас Уже Появляется Скорость На Карте Здесь Сейчас Наверное Еще Не Допрыгнет Нет Допрыгнул Молодец Молодец Ну Что Ну Куда Не Торопимся Не Торопимся Торопиться Некуда Это Торопиться Нужно Концентрироваться На каждом прыжке Но не Торопиться Все Хорошо И Убежал Упорно Набирает Набирает И Пришлось Сбросить Да Ну Тоже Вот Никаких Проблем По идее Этот момент У него Не вызвал В кнопку Не попал И Начинает Соскальзывать Приобретая Немножко Скорость И Все Отлично У него Получается Минутку 42 Второе место Занимает Секунду Там Первое место Так Хулиган На 40 Быстрее Привет Хулиган Еще раз Тебе Персональное Спасибо От меня То Что Ты Вызвался Заменять Игрока Который Не Подошел На Дуэльный Кап Это Было Очень Как То Очень По Братски С Твоей Стороны Потому Что Типа Не факт Что Ты Вообще Там Тренировал Какие То Карты Ты Просто Взял И Выступил Вместо Чувака Который Не Пришел Это Это Очень Бахвально Я Думаю Каждый Если Считает Что Это Круто Может Поставить Оставить Какой То Комментарий Или Поставить Лайк Под моим Я Напишу Комментарий Коша Играл Хорошо Подцепаем Дорожки Проходил Хулиган И Пока Что Выглядит Все У него Гораздо Лучше Чем У Шарлон Танка Но Я Предполагаю Где У Хулигана Могли Быть Проблемы Потому Что Пройдя По ЦП Дорожке Он Не Не Может Всего 40 Всего 45 Фреймов Жать Скорее Все Здесь Упадет Сейчас Первый Раз А Нет Нет А Что На Скользящий Даже По Кнопке Вопал И Скорость Начальная Есть Блин Ну Такой Дистанции Ребят Я Не Знаю Очень Быстро Да Да Нет 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 Я Не Знаю Я Не Знаю Но Такой Дистанции Очень Трудно Найти Где Время Блин Ну 40 40 Это 5 Фреймов А 5 Фреймов Просто Жесть Просто Жесть Я Не Знаю Я Сдаюсь Тортер Так Следующий У нас Онлайн Вот Все Кто В онлайне Играли Я Вас Всех Проклинаю Просто Просто Для общей Информации Все Сити Хабиб Да Не Торнер Сити Хабиб Сити Молодец 41 Энтер Тебя Тоже Ты Не Особенный Что Ты Там Играли Быв Офлайне Как Все Нормальные Люди А Вот Сити Хабиб Молодец Так Хороший Слик Попал В Кнопку Здесь 700 Упсо Здесь Все Хорошо Срезал Через Верх Через Рампу Залетел Отлично И Павку Три Дорожки Будет Или Нет Интересно Да Да Павку Три Дорожки Очень Очень Класс Роуд Очень Очень Класс Роуд Здесь Здесь Тоже Тоже Никаких Проблем Испытать Не Должен Да Я Вспомнил Enter А Здесь Не с первого Раза Еще Упал Занерчил Видимо Что-то Что-то Прошло Не Так И Павку Три Кстати Дорожки Пошел Почему Нет Попал Еще На Развороте Так Почти Не цели Кнопку Молодец И Вот Здесь Конечно Нужно Было Затормозить Чтобы Не Потерять Так Много Времени Но Тем Не Менее Очень Хорошо Прошел Большой Молодец Прошел Чистенько Нигде Неких Запиночек Кроме Того Что Перед Кнопкой Туда Сюда Бегал Никаких Забинок Нет Я По крайней Мере Не Увидел Очень Классно Прошел Но Извини Но На 10 Секунд Тебя Торнер Перебил Давайте Посмотрим Я вспомнил Говорю Энтер Очень Любит Типа Ооо Тут Вот Это Неудобно Типа Блин Не должно Быть Удобно Но Где Мы Как дети В самом Деле Ребят Мы Фрагеры Мы Должны Сохранять Всякие Эти Посты Карты Играть Тоже Своеобразный Роуд Через Рамку Тоже Вокутри Будет Или ЦП Подсыпаем Подсыпаем Дорожки Идет Здесь Все Хорошо Здесь Все Пропрыгал Ну и Просто Да То есть Тут Получается Что Весь Рекорд Заключается В том Точнее Разница Рекордов Ой Врезался Ой Обидно Разница Рекордов Заключается В том Что Насколько Чище И насколько Быстрее Эпизодами Прошел Предыдущий Соперник Вот и Вся Разница Очень Хорошо Попал В кнопку И Финиш С даблджампом Очень Быстро Получился Молодец Эсид Перебил На 200 Торнера Похвали 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 Очень Похвали Молодец Ацид Будем Будем Назвать Как он Себя Сам Назвает Ацид Здесь Все Хорошо Здесь Все Хорошо У него Никуда Не Торопится Тронечка Здесь Срезал Здесь Даблджампом Залетел Тоже Быстрее По идее И Подцепляем Дорожки Сверху Нервы Нервы Спокойно Сука Спокойно Что Яиц Сран Захотелось Поиграть Кнопку Или Задел По-моему Вообще Даблджамп Получился Здесь Все Хорошо И Вот Благодаря Получившемуся Даблджампу В основном Он И Вырулил У Торнера Да Очень Хорошо Очень Хорошо В обе физики Ацид прислал Красава Торжей Торжей Давно Его не видели Полторы секунды Отодрал Просто От Эсси Давайте Посмотрим Что могут Старики А тот Жей Это тот Еще Старик Это Прям Старика Такой Старика Вообще Правый Circle Прям Бальзам Бальзам На душу Сейчас Посмотрим Да Ну Слушайте Даже Вот Если бы Я не знал Что он Не играл Типа Я бы И не сказал Что он Не играл Потому Что Выглядит Очень Классно Все Очень Плавненько Размерено Никаких Лишних Движений Нету По ЦП Дорожке Пошел Даблджам Получился Очень Скорости После Него Сохранил Здесь Первый Прыжок Очень Быстро Получился Здесь По 500 Circle Здесь Конечно Можно Было По Сильнее Толкнуться Но Тем Не Все Но Скорости Хватило Здесь Также Circle Просто Начинал Давай На пробел Наверное Отпрыгаешь Да На пробел Сразу На пробел Ой Кнопка вперед Смотри Как много Набрал Ой Очень 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 Классно Набрал А Занерчил Занерчил Кнопка Так Круто Прошел Ну Какая Ценой Какой Ценой Какой Ценой Какой У него Наверное Когда рука Дрогнулась У него Одна мышка Вылетела Из рук И он Вторую Схватил Второй Доиграл Блин Очень Классно И Опять Опять Фреймы Коша Гродно Просто Семьянин Классный Человек На 48 Перебивает Тот же Давайте Посмотрим 30 Ровно Мне кажется Коша Кто Это Точнее Не мне кажется А кто-то Из Коллег Так сказать Кто-то Из Дефрагеров По-моему Предположил Что Он просто Поставил 1.30 И решил Что Это красиво Я оставлю Так Я не помню Кто Поэтому Цитату Указывать Не буду Но Все равно Здесь Здесь Все Достаточно Быстро Я захотел Кушать Водич Водичка У меня Кончилась Блин Коша На твоей Дэнке Как-то Все Не Такое Да Что-то Есть Захотелось Вода Кончилась У кого Те же Ощущения Ставим Лайк Давайте Реально Ставьте Ставьте Лукасы Потому что Типа Вам Нажать Одну Кнопочку А мне Это Как Показатель Что Делается Это Все Не Зря Потому Что Иногда Очень Сложно Себя Замотивировать Записывать Обзоры Записывать Что-либо Потому что Это Все Очень Трудоемко Время 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 Затратно И Повку 3 Свернул Страшно Прицелился Хорошенечко 1900 Выбил И Ну Блин Вот Я не знаю Спорный На самом деле Вопрос Как Быстрее Повку 3 Или По ЦП Из Даблджампа Просто Сразу На Финиш Молодец И Карус Перебил Кошу На 2 2 6 Давайте Посмотрим 127 Можете Комментарии Какие-то Писать А все Комментарии Читаю Я не знаю Пишите Что-нибудь Мне Очень Важно Именно Взаимодействие С вами Если Я вижу Лайки У меня Сразу Как-то На душе Приятненько Ой Запишу Еще Обзорчик Чтобы Еще Лайков Было Лайки Это Так Приятно Это Это Не Лайки Вконтакте На фотографии Это Реально Типа Мне Нравится Будем Молодец Так Ну Поверху Проходит Все Хорошо Без Даблджампа На рампе Мне кажется Надо было Как-то Подбирать Все-таки Спейсинг Под Даблджамп На этой рампе Потому что Эта рампа Очень много Уж скорости Срезает А если Ты сохраняешь Там много Скорости То У тебя В целом По времени Большой Будет Прилив Стрейф Хороший Так же Как В Укутри Он Прыгает В Телепорт Хотя Еще раз Кривлю В ЦПМ Не факт Что Это Быстрее Нужно Конечно Сравнивать Причем На Такой Дистанции Сравнивать Тяжеловато Но Отдельно Взятые Ячейки К примеру С Примерной Скоростью Дадут Конечно Ясно Знать Навыку Три Не Сворачивал И Просто Ну Блин Не знаю Или Че Поскользяще Быстрее Да Но Энтер Скажет Что Быстрее Потому Что Он Поскользяще Прыг Я В Дэмку Смотрел Спайлер Вернул Себе Под Новый Год Очень Хорошо Прошел И Карст Молодец Я Уже Вроде Все Сказал И Эвенджер Он Жароди На 2 Секунды Быстрее Так Пока что Все Быстро Семьсот Упсо Пока все Вообще Все Отлично Вроде Это Же Бубль Легун Семьсот Семьсот Ну Что Что Ну Что Ты Кричишь На Меня Ну И Что Ну Что Что Я Скажу Да Очень Классно Проходит Да 1150 Очень Быстро Потому Что Это Quake Сплочер Банс Спиздран Очень Быстро Прошел И там Уже Целое Сколько Там 4 Секунды 4 Секунды Это уже Enter Там Судя по всему Поставил Да Это уже Enter Поставил Так Дамнет Лайт Третье место Большой Большой Красавчик Просто Просто Я не знаю Дамнет Лайт Огромнейшие Респектусики То что Ты задрочил То что Ты это Сделал Третье место Занимаешь 1.23 Это очень Классный Тайм Давайте посмотрим Уже час Идет обзор Ничего страшного Давайте Насладимся Я думаю Маленькая победа Для там Ооо Вот он Долетел И здесь Срезал Ооо Образа Какой Красавчик Просто Это Это Основная Просто Львиная Доля Времени Которую Он срезал И здесь Хороший Даблджам Получился Сразу Очень много Пролетел И здесь Под даблджам Практически Его попал 1570 После Рампы Блин Ну очень Круто Очень Круто Все Дамнет Лайт Просто Просто Респектули Просто Огроменные Тебе Респектули Братан Вот Примерно Решается Особо Набирать Скорость Потому что Все Все Падали И здесь Прямо Дрожащей Рукой Там Недлайт Просто Просто Красава Молодец Огромные Респектули Не меньше Ну может Чуть Меньше Респектули для за киэта потому что он занимает второе место и находится на одной секунде центром 121 заклин давайте посмотрим камбайкается у нас потихоньку за киэнда как мы видим и не знаю надо читаем начинали 5 бифа что ли играть у меня скоро все передают походу есть тоже очень все быстро вот-вот по дабл джампом стрелы 700 раз видишь там вот он вот он здесь очень много тоже у тебя отъел зеркал может быть побыстрее прошел немножко ну блин там нет light очень классно пошел а как срезал вот-вот я про это говорю то что здесь здесь еще минус джампы скорее всего можно каким-нибудь образом вот как-то типа того может да 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 блин очень круто прям очень качественно закинующая красава как так не дожжал блин посмотри демку enter и не знаю посмотри именно вот на этой карте посмотри где ты не дожал потому что у тебя там пару моментов было намного быстрее чем у интера поэтому я тебе желаю разобраться и детально разобрать эти демки это тоже проводить такие работы иногда тоже важно так enter первое место поехали я прочихался никто ничего не слышал и давайте посмотрим демка из онлайна enter просто изверг так 800 здесь все долетел здесь вообще все очень много-много стрелал здесь нежно прыжка у него получше было чем заквина здесь тоже все хорошо еще 100 после этого жопа блин ну можно можно же там там можно еще дожмите по стрейфу ну можно там сделать еще минус пол джампа блин ты это был бы минут одну блин ну enter ночь что такое вообще я ладно нормально нормально идем длинные карты какие-то конек enter а вот enter вот так огибал а за qn намного круче прошел это это намного быстрее не знаю на 300 на 400 и его там по внутренней дуге вот они примерные минус пол джампа но потом пришлось ему конечно срезать а у заквина по спейсингу еще так сошлось что ему можно было продолжать набирать скорость вот он тоже это немножко поднабрал кнопку почти сразу опустил и здесь в краешек кнопочки попал и их текен зли минус 9 секунд большевший молодец 70 смеется говорит на из брата так круто все было так сделал по-братски у вас все нормально у тебя ну и давайте перейдем к нашему браузеру сразу бросается в глаза красной стрелочки потому что многие ниже своего заняли ниже своего среднего поэтому такая борода но это не страшно я думаю нагонят нагонят еще надо он даже мне в цпм потрудиться в общем то пишите комментарии вроде как не оставлял давайте оставлю комментарий и такие вот результаты 6 дамок в ку-3 14 cpm пу небольшой молодец есть тут ракета еще не только rail еще и рокет есть поэтому ребята ищем пасхалки рассказываем все потом в комментариях где к чё кто нашел делимся лайфхаками секретами и так далее в общем то не буду прямо долго задерживать все ребят всем спасибо ожидаем следующий обзор очень классная карта будет следующий у нас обитос тоже с дуэльного она уже более динамичная будет дэвок будет побольше там вроде как овчаркин кута дичь сделал дэнки все не все у меня уже есть я есть все ребят давайте до встречи всем удачи и и не забывайте стараться лучше